Читаю первую книгу царств, двадцатую главу. «Давид клялся и говорил, — Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтоб не огорчился, но жив Господь, и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду, — Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя? И сказал Давид Иоаннафану, — Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, — Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою, и если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему? И сказал Иоаннафан, — Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом? И сказал Давид Иоаннафану, — Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово? И сказал Иоаннафан Давиду, — Иди, выйдем в поле. И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду, — Жив Господь, Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпутаю у отца моего, И если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою перед ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иоаннафан клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И сказал ему Иоаннафан, завтра новомесячье, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня озель, а я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря, пойди найди стрелы, и если я скажу отроку, вот стрелы позади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку, вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А потому, что о тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою навеки. И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячье, и сел царь обедать. Царь сел на свое место, по обычаю, на седалище у стены, и Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида оставалось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не чист, не очистился. Наступил и второй день новомесячье, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану, почему сын Иесеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня? И отвечал Иоаннафан Саулу, Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил, отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями, поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему, сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иесеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иесеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему, за что умершвлять его, что он сделал? Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его, и Иоаннафан понял, что отец его решил убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которой назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку, беги, ищи стрелы, которые я пускаю. Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку, и сказал, смотри, стрела впереди тебя. И опять кричал Иоаннафан вслед отроку, скорей беги, не останавливайся. И собрал отрок Иоаннафана в стрелы, и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему, ступай, отнеси в город. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны, и пал лицом свой на землю, и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною, между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. А Иоаннафан